Часть пятая. Оливер. Глава вторая. Ты каждый час звонил. Нахмурилась Аликс, глядя на Оливер сомневающимся взглядом. Пока были снаружи каждые тридцать минут. А Адриан и Скай уже несколько часов не отвечают. Море оттолкнуло недоеденный обед и сыврепо на него уставилось. Неважно, что Оливер вложил в него много сил, как и в любую другую трапезу, которую он приготовил. Ни его вина была в том, что приготовить банкет из вегетерианских сухпайков он не сумел. Нам надо возвращаться. Тут мы больше ничего не выясним. Джозеф выглядел нервно. Видимо, потому что открыто спорил с Морей. Но он не был настолько робок, чтобы так легко со всем соглашаться. Даже если никто в Александрии не имеет отношения к пожару, мы можем рано или поздно наткнуться на тех, кто имеет. Он говорит, если у меня будет достаточно времени, чтобы расколоть эти чертовы руны, мы сможем поискать в книгах какую-то защиту. Оливер наблюдал за перепалкой, не пытаясь ставить слово, присматриваясь к тому, как Алекс всем этим командовала. Когда же после того, как ей стало 16, они все равно считали ее главной. Он тоже так считал. Ее недавняя смерть только усилила ее авторитет в их сознании. Подумав несколько секунд, Алекс снова на него взглянула. То, что они перестали выходить на связь именно тогда, когда отправились на свою шпионскую миссию, не может значить ни к чему хорошего. Даже те пони, которые в обычной ситуации добры и рассудительны, могут озвереть, если поймают кого-нибудь, кто за ними шпионит. В любом случае, мы нужны нашим друзьям. Она повернулась к Джозефу. У тебя ведь есть уже снимки всех рун, которые я нашел здесь, так? Их было не так уж и много. Похоже, кто-то их умышленно уничтожил. Но мне удалось найти несколько исключений, вот как эти. CAR, CAR, T, NT, CAR, W, BB, TAL и так далее. Почти уверен, что они используют какой-то алгоритм моноалфавитной подмены. В буквах есть последовательности, которые указывают на ключ в двенадцать букв или меньше. Это не Одиум прощает, я уже проверил. Никак не могу точно понять, что это за короткие группы, но подозреваю, что-то связанное с гласными. И я знаю, что почти разобрался, только... Алекс его прервала. Но картинки у тебя есть, так? Ты ведь можешь продолжить работать по пути? Он кивнул и открыл рот, чтобы что-то сказать. Мория очень нежно положила ему копыта в рот, и Алекс одобрительно улыбнулся. Хорошо, лететь нам все равно несколько часов. Можешь по дороге поработать. Скажешь, если что-то обнаружишь. Алекс посмотрел на Оливера и Морию. Вас это устраивает? Оливер в ответ пожал плечами. Их сожгли насмерть. Я за них только помолиться могу. Я бы предпочел, чтобы у нас был шанс их похоронить. Но за этим всем мы всегда можем вернуться. Нам ведь за бензин платить не приходится. Все согласились. На обратном пути помощь Оливера не требовалась, за исключением того, что он буквально заставил всех пристегнуться перед взлетом. Ему не нужны были повторения предыдущего дня, особенно с теми, у кого не было способности игрить генерации сломанных шей и проломленных черепов. Несмотря на их страхи, никакие огненные драконы на них не нападали, им даже воздушные ямы не повстречались. Когда они добрались до нужной высоты и сверхзоковой скорости, Оливер неохотно признал, что можно без особого риска покинуть кресло. — Нам нужен план. — Алекс уже забралась на соседнее с ним сиденье. Так как море опилотировало, а Джозеф утонул в своих кадах, он оставался единственным, на ком она могла проверить свои идеи. — Ты когда-нибудь планировал спасательную операцию? Может, сможем приспособить уже готовую? Оливер покачал головой и ухмылился. — Никогда. Я помогал людям разрабатывать диеты и расписание тренировок, но не думаю, что от них нам тут будет польза. — Не будет. Она на несколько мгновений умолкла, играя большим металлическим браслетом на ноге. На браслете был экран, который после нескольких минут возни заполнился картинкой с воздуха. Оливер сначала подумал, что это изображение с камеры на самолете, пока не заметил, что оно не двигается и что он его узнает. — Спутник H.P. — Она кивнула. — Прямо страшно, как близко они могут на нас взглянуть, да? Эту картинку они получили три минуты назад. Думаю, в сообщении еще говорилось, что следующую пошлют, когда один из спутников снова будет в правильной позиции через 23 минуты. Пока что это вся информация, какая у нас есть. Видишь что-нибудь интересное? Чтобы поглядеть, Оливеру пришлось наклониться поближе, что стало намного удобнее проделать после того, как он отстегнул громоздкие страховочные ремни. Он не мог подавить ощущение, что она намеревалась его к этому вынудить с самого начала. Так что он наклонился и посмотрел, пытаясь разобрать на крохотном экранчике как можно больше. То, на что оно показывало, он заметил через пару секунд. — Это Адриан! Его характерные цвета на спутниковой фотографии выглядели блекло, но Оливер все равно был уверен, что на фотографии именно Адриан. — Разрешение тут полметра максимум. Он вздрогнул. Тяжело сказать, но похоже, что он вместе с несколькими новичками. — Думаю, это крылья Кэрол. Цвет подходит. Жаль, что это не видео. Можно было бы рассмотреть, связали они его или нет. Аликс выглядела обеспокоенной. — У них есть станционарные спутники, которые могут дать более стабильную картинку. Но сейчас у них нет свободных камер, которые можно было бы нам выделить. Не смогла Непония заставить признаться, в чем у них там дело. И все шпионские спутники у них. Он на несколько мгновений нахмурился над картинкой. Они направляются прямо в библиотеку. Он попытался успокоиться, потому что для того, что он собирался предложить, он должен был быть совершенно спокоен. Может, у них проблемы с оборудованием, а не с Пони. Может, у них или у нас телефоны перестали работать по какой-то несвязанной причине. — Угу, — кивнула Аликс и встала. — Я попрошу Джозефа проверить, когда приземлимся. Он что-то говорил о том, что на такой скорости приема не будет. Она спрыгнула на пол. Я пойду поговорю про место для посадки с нашим пилотом. Их беременным пилотом. Которая ни Пони ни слова об этом не сказала, насколько он знал. За последние несколько дней он много раз подумывал рассказать Джозефу о своих подозрениях с самого момента, когда догадался, в чем дело. Технически, так как это были все лишь подозрения, и Мория никогда не подходила к нему за медицинским советом, у него не было обязанности держать это в секрете. С более практической точки зрения, ему очень не хотелось разгребать последствия того, что может вызвать такое признание. Тем не менее, у него еще была возможность как-нибудь решить вопрос, не влезая в него слишком глубоко. Можешь ей передать, что если таблетки от головокружения, которые я ей дал, не помогают, пусть скажет мне, и я дам ей что-нибудь посерьезней. Алекс подняла бровь. Не вопрос. Только сначала приземлимся. Автопилот там или не автопилот? Мы без нее уже разок умерли. Она показала на стену. Может, поможешь Джозефу с шифром? Или, может, попробуешь соединиться с HPI через их коммуникатор? Думаю, там есть инструкции на случай, если надо связаться с гражданской спутниковой сетью. Оливер ее перебил. Мы с Джозефом разберемся. Под «мы» он, разумеется, подразумевал в основном Джозефа. Конечно, если был хоть малейший шанс оторвать единорога от полувзломанного шифра хотя бы на несколько минут. Оливер перебрался к сиденью Джозефа. С момента, как они сочли передвижение безопасным, он уже успел там устроиться, подперев себя в сидячем положении подушками и одеялами, которые он стащил с их кроватей. Открутив большую часть сиденья возле себя, он создал удобную зону, в которой он мог сидеть, повернувшись в бок и работать на ноутбуке, подсвечивая рогом каждый раз, когда надо было подвигать мышкой или нажать на кнопку. Оливер несколько минут наблюдал, ожидая перерыва в концентрации Джозефа. Только когда единорог поднял на него свой взгляд, он заговорил. «Привет, Джо. Можно тебя на пару минут одолжить?» Единорог бросил на него хмурый взгляд, способный, наверное, заставить молоко свернуться. «Это важнее расшифровки». Оливер почти не смог удержать себя от комментария о том, что никакое время, потраченное на взлом шифра, не стоило ничего до того самого момента, когда он, наконец, его взломает. Он об этом подумывал, но смог сдержаться и все это не выпалить. Почему-то ему казалось, что они будут не очень убедительными. Вместо этого он сказал, «Настолько же важно и не займет много времени. Я боюсь, что у нас может быть сбой оборудования. Мы никак не можем узнать, потеряли ли Клауди Скайс и Адриан Вонг доступ к своим телефонам. Но используя тот, который HPI встроил в этот самолет, мы хотя бы можем убедиться, что проблема не с нашей стороны. Алекс говорит, тут есть узел связи и что ты можешь помочь позвонить на него в гражданскую сеть. Как думаешь, можешь мне это устроить?» Джозеф выглядел так, как будто уже собирался сказать «нет». Впрочем, он ничего не сказал. Просто осмотрел Оливера сверху донизу, захлопнул в крышку ноутбука и поднялся. «Используем вот тот компьютер. Он ближе того, что в спальне». Десять минут спустя они были в сети. Джозеф вернулся к своей работе, как только убедился, что телефон работает, использовав компьютерную магию, которая внушала Оливеру уважения не меньше, чем та, которую он творил рогом. Это оставило Оливера в довольно неудобном положении. В действительности, это была ситуация, в которой он с момента апокалипсиса заставал себя все чаще. От него требовалась общительность. До конца всего он мог перечислить всех своих друзей по пальцам одной руки. Раньше он не поддерживал отношения дольше, чем пара месяцев. И все они заканчивались льдом, а не пламенем. Оливеру не нравилось общество других людей. Даже когда случился конец света, сама идея позвонить, даже знакомым пони, наполняла его ужасом. Выползание из кровати в дни, когда ему требовалось большую часть дня провести в обществе других, требовало серьезного волевого усилия, чтобы подавить стремление спрятаться и позволить миру как-нибудь самому себя урегулировать. В последние полгода с ним произошло нечто неожиданное. Проведя столько времени в обществе одних и тех же людей, Оливер наконец начал вспоминать, что такое иметь друзей. Теперь он не мог их бросить, по крайней мере не тогда, когда его отказ от действий мог спровоцировать кровавую баню. Морья уже была на тропе войны, а Джозеф к ней немедленно присоединится, если почувствует, что Скай в опасности. Лучше, что он мог сделать, убедиться, что они ошибались во всем, особенно в работоспособности своих телефонов. Так что он заставил себя надеть наушники, предназначенные для человека, сдвинув их так, чтобы хотя бы один наушник доставал до уха, а микрофон торчал прямо перед глазами. Затем, вздохнув поглубже, он набрал Адриана. Телефон звонил и звонил, со странной задержкой, которая была у всех спутниковых телефонов. Хотя, наверное, ближе к правде будет то, что она была у всех телефонов, потому что выжили только спутниковые. В этой сети большинство телефонов давали 10 гудков, прежде чем сбросить звонок на голосовую почту, что означало рассоединение. Сервера голосовой почты давно отключились, поэтому вместо того, чтобы переключить вызов на рабочую станцию, звонок просто прерывался. В этот раз телефон прекратил звонить на девятом. Когда он это сделал, Оливер расслышал громкий разговор на заднем плане, хоть разобрать, в чем дело, было невозможно. Он напомнил себе. То, что он слышит, произошло несколько секунд назад и начал говорить. «Адриан, ты в порядке?» спросил он. «Это Оливер. Мы никогда тебя и Клаудия Скайс дозвониться не можем с самого полудня. Просто хотели убедиться, что все хорошо». За его вопросом последовала долгая приглушенная тишина, как будто кто-то просто прикрыл трубку рукой. Не то, чтобы у кого-то нынче были руки. «Адриан сейчас не может говорить», сказал чей-то голос явно не Адриана. Он принадлежал одному из новичков. С именами у Оливера было ужасно, так что он не помнил, который именно. Голос мужской, но не такой глубокий, как у Абранса. «Меня зовут Найт Спикер, и нам надо обсудить важное дело». Часть пятая. Оливер. Глава третья. У Оливера было много причин бояться пользоваться телефоном. Разговоры с незнакомцами в этом списке находились довольно высоко, пусть не на самом верху. В списке раньше не было пункта переговоры с возможными безумцами о возвращении его друзей. Он ничего не сказал, просто уставился на экран и принялся обдумывать, что ему нужно сказать. Собеседник на другом конце линии звучал знакомо, пусть Оливер пока что не мог вспомнить имя. Может, оно еще всплывет по мере разговора? — Оливер, когда вы собираетесь возвращаться в Александрию? Ваше присутствие тут требуется очень срочно. Один из ваших друзей поранил одного из моих друзей, и у нас нет доктора. Все, что он смог сделать, это перестать молча пялиться на телефон. — Что произошло? Для пони с раненым другом голос собеседника совсем не звучал озабоченным. Так кто-то мог говорить о слегка беспокоящем дожде. Пегас Адриан напал на нескольких моих пони с человеческим оружием. Двое моих друзей ранены. Думаю, в их телах до сих пор есть металл. Мы сделали все, что могли, чтобы остановить кровотечение, но вы нам очень нужны. Оливер кивнул, хоть и знал, что собеседник его не видит. Ответил он, даже не задумываясь. Слова вырвались на автомате. — Конечно. Мы должны вернуться через четыре часа. Вы перенесли их в больницу? — Нет. Они в библиотеке. Мы не собираемся их нести в это человеческое место. — Мы готовы обменять Адриана на вашу помощь с ранеными и свидание с кобылкой. — Кобылкой? Благодаря тому, что Клауди Скайс постоянно использовал лошадиные термины, Оливер знал, что кобылка для пони была эквивалентом девочки. И он знал только одну такую. — Райли с нами нет. Она осталась в Александрии. А что вам от нее нужно? В последовавшей короткой тишине раздался смешок. Что-то в нем было зловещее. Пусть он и не мог сказать, что именно. — Нет. Не это существо. Она скоро достанется воронам, и чтобы это произошло, нам не требуются договоры. Оливер почувствовал холодок, как будто в его сердце внезапно вогнали ледяной осколок. И не только потому, что говорящий упомянул о намерении навредить ребенку. Проблема была в том, насколько уверенно он это сказал, как будто не имея сомнений. Ни человек, ни пони не должны были так звучать. В непредсказуемом мире большинство пони в разговоре оставляли хотя бы немного места сомнением. Никто не мог знать сего. А этот звучал так, как будто думал, что может. — Ваш лидер, существо, называющее себя Лонли Дэй. Ваш хозяин должен поговорить с нашим. В обмен мы предлагаем жизнь Адриана. Оливер отключил микрофон, чтобы подозвать Алекс. Он не был уверен, что она его услышит, но на всякий случай крикнул несколько раз. В любом случае, хотя бы Джозеф должен был его услышать. Оливер плохо подходил для работы переговорщикам. Он был целителем, может, садовник. Политика находилась за пределами его понимания. Тем не менее, в картинке, которую ему нарисовали слова собеседника, было что-то мрачное. Он чувствовал злость и ничего не мог с собой поделать. Одно дело утверждать, что Адриан на них напал. Это было обвинение в действии. Скорее всего, ложное. О чем они наверняка узнали бы, переговорив с Адрианом. Но тут имелось кое-что другое. Они ни в чем не обвиняли Алекс. Они ее просто оскорбляли. Может, немного странновато, но на мере не четко прослеживалось. Он снова включил микрофон. Вы, наверное, имели в виду Алекс. Она не наш хозяин, она наш лидер. Это разные вещи. Последовала обычная задержка спутниковой связи. Ее рот не ведет, сказал голос. Они владеют. Эквестрия достаточно долго перед своими кланялась. А теперь они хотят тем же самым засеять и ваш мир. Мы пришли, чтобы это остановить. Чтобы защитить вас. Чтобы это сделать, мы должны поговорить с этим существом. и нам нужна ваша помощь в лечении ран, полученных нашими друзьями. Он снова кивнул, хоть и не было никого, кто мог бы это увидеть. Я помогу в любом случае. Я не знаю, кто вы на самом деле. Пришли вы с эмигрантами или еще откуда-то. Но в моей стране доктора пользуются некоторым уважением. Я не собираюсь связываться в политику. Мы давали клятву облегчать боль и помогать раненым. Я все равно бы вам помог. А кобылка? Она с нами поговорит? Она поговорит, ответил другой голос. Оливер глянул через плечо, его сердце от испуга грозило выскочить из груди. Как у Алекс получилось... Ну, конечно. Ответ раздался из экрана. Она не делала ничего волшебного, просто подключилась к звонку из другой комнаты. Судя по всему, его крики к чему-то все-таки привели. Хотя я полагаю, что вы ошиблись с терминологией. У меня есть милометка, и я взрослая. В ее голосе читалось больше озабоченности этим моментом, чем тем, что ее назвали оно. Это чуть не заставило его рассмеяться. Райан, если ты что-то хотел сказать, говори. С другого конца некоторое время пораженно молчали. — Выдуманное имя для выдуманного пони. Мое настоящее имя Найт Спикер. У тебя нет настоящего имени. — Неправда, вздохнула Алекс. Принцесса Луна в Эквестрии назвала меня Архив. Она сказала это слово медленно, как будто опускала что-то очень тяжелое. Это имя Оливер раньше не слышал. Что он вообще знал об Алекс? Что тебе нужно, Найт Спикер? Оливер полагал, что Алекс пойдет на конфликт, может разозлиться за нападение огненного дракона при посадке, может потребует объяснений тому, что случилось в Филадельфии. Пусть они все еще не были уверены, что эти пони пришли оттуда. Ничего подобного она не сделала. Если бы он ожидал, что упоминание Эквестрийской принцессы смягчит голос Райана, он был бы разочарован. Вместо этого голос единорога стал жестким, а фразы короткими, как будто он едва сдерживал эмоции. У нее не было права вмешиваться в дела этого мира. «Ты не единственная, кому не нравится то, что сделала Луна», вмешался Оливер. «Я из-за нее, скорее всего, никогда не увижу маму и племянниц. Вся моя жизнь перевернулась. Мы тоже ее не слишком любим». Нет. В голос вернулось холодное веселье. «Она вообще не должна была связываться с вашим миром. Решение судьбы было очевидно, но она вмешалась. Стервятников бездна не обмануть. Одиум прощает». Оливер наплякся. Двумя словами, этот найт-спикер подтвердил все их подозрения. То же самое сообщение было выцарпано в Филадельфии. Райан не мог там находиться, когда начался пожар, так что виновен в нем, скорее всего, был кто-то другой. По крайней мере, дюжины людей были мертвы по вине группы, которую он представлял. Сколько еще смерти ему было нужно? «Что ты от меня хочешь?» снова спросила Алекс. «Я уже знаю, чего ты хочешь от Оливера. У вас раненый. Я не доктор. Я им помочь не могу». «Ты возглавляешь Александрию. Я хочу предупредить тебя о приближающейся опасности и верю, что ты с ней разберешься. Наши более серьезные разногласия могут подождать». «Я слушаю». «В ваших рядах притаился опаснейший паразит, называемый Ченджинг. Эти существа в Эквестере становились причиной разрушительных войн. Они порабощали и пожирали разум и сердце пони. С помощью пони Клауди Скайс она сбежала. Если позволить ей выжить, размножиться, ее рот заразит ваш мир подобно тому, как они заразили наш. Но ты лидер. Ты можешь найти и убить паразита, прежде чем зараза распространиться дальше. Можешь предотвратить бесчестные смерти. Ты утверждаешь, что ведешь местных пони. Покажи свою мудрость не по годам. Защити пони следующих поколений!» «Я думал, ты сказал, что судьба осудила человечество». Оливер не был уверен, откуда взялись эти слова, но сказал Ихон. «Какое тебе дело, если она в будущем заставит кого-то из нас страдать?» «Разве ты не хочешь, чтобы мы страдали как можно больше?» Голос собеседника зазвучал шокированно. «Конечно нет! Одиум прощает!» «Даже вас!» Оливер что-то почувствовал, как будто через телефон на его голову навалилась сила, как толстая вата, наполняющая его голову и заставляющая мысли замедлиться, лишая его способности думать о серьезных вещах и пытаясь вытянуть из него важные воспоминания о последних днях. «Он сотрет грязь фальшивых принцесс и их фальшивого сострадания! Однажды он сделает этот мир куда более великим, чем то падшее место, из которого мы пришли. В тот день мы можем стать врагами, но не сейчас. Сегодня наши интересы совпадают. Уничтожь Ченджинга архив, защите наших детей от ее выродков!» Некоторое время Алекс не отвечала. Когда она ответила, в голосе молодой кобылы чувствовалось, что она борется с тем же странным ощущением, которое вторглось и в его сознание. «Я обдумаю твое предложение». Пауза. Он почувствовал, как в самолете что-то меняется, а потом внезапную волну дискомфорта. Он почувствовал на душе леденящий укус антитуумического щита, выжимающий из него силы. Но по мере того, как это происходило, он чувствовал, как его сознание очищается. Никогда еще щит не чувствовался настолько хорошо, как будто ему в лицо плеснули холодной водой после того, как он слишком много выпил. Голос Алекс тоже зазвучал чище, звенел капелькой удовлетворения. Мы прибудем через три часа. Я передам адрес, когда останется десять минут. Можешь принести туда своих раненых, и Оливер о них позаботится. Нет. Тону Райана был грубый, с небольшой ноткой разочарования. Они слишком сильно пострадали. Их нельзя перемещать. Они должны остаться в библиотеке. Вы должны послать Оливера сюда. Можешь пойти с ним, если хочешь. Исключено. Голос Аликс звучал не менее преклонно. Полагая, что все пони, которые с тобой прибыли каким-то образом на твоей стороне, вы нас превосходите численностью два к одному. Ты не можешь ожидать, что я поставлю Оливера в подобную ситуацию. Получится, что мы обменяли одного заложника и медицинскую помощь на другого. Очень невыгодная сделка. Оливер почувствовал раздражение. Нет, Алекс. Его голос дрогнул и остался спокойным. Единственный признак того бешенства, которое в нем бурлило. Если там раненые пони, я иду. Мне плевать, на кого они работают. Если ради помощи им надо обменять меня на Адриана, значит, именно так мы поступим. Алекс не стала с ним спорить ни сразу. Сначала они повесили трубку, она подошла к нему в трюм и только потом заговорила. Оливер недолго злился. Когда Алекс вошла в отсек из кокпита, она даже пахла яростью. По крайней мере, ему показалось, что она так пахнет. Запах ярости был настолько близок к другому запаху, что он почти не мог их различить. Ее лицо сказала ему, какую из двух эмоций она ощущает на самом деле. Алекс широко распахнула глаза, повернула уши вперед и оскалила зубы. Она вообще заметила, что она все это делает. Исключено! Она была только чуть-чуть выше, чем половина его роста. Это не помешало ее крику заглушить шум двигателей. Оливер, ты не можешь туда отправиться, как мы не встанем плечом к плечу против смертоносного врага, что нам может потом сильно аукнуться. Нет никаких гарантий, что они просто тебя не убьют, как только ты к ним приблизишься. Нет гарантий, что Адриан еще жив. Ты не можешь отправляться к ним на их условиях. Алекс смогла бушевать как море, но Оливер стоял как скала. Он все это выслушал, не позволяя себе разозлиться. Единственное, что его сначала раздражало, было то, что она пыталась решать за него. Теперь же он чувствовал только решимость. Райан сказал, что Алекс была его хозяйкой. Это слово грызло его изнутри, но он этого не позволит. Он докажет, что его мир лучше. В Александре не было хозяев, не было рабов, только друзья. Мне плевать, что там может произойти. Сказал он настолько спокойно, что практически слышал, как из нее горячим воздухом выходит ярость. Я иду. Что? Моргнула она на него. Подросток только что бывший их уверенным лидером. Почему? Потому что пони ранены. Их подстрелили, а я единственный доктор. Не думаю, что я в опасности, даже злобному культу нужны доктора. Алекс уселась по собачьи, отчего стало выглядеть еще меньше. По крайней мере, ее яростное лицо выглядело довольно мило. Но чтобы ей что-то подобное сказать, ему, пожалуй, стоило подождать, пока она успокоится. «Ты им помогаешь. Их уже и так больше, чем нас. Не лучше ли будет, если они ослабнут?» Этого мы не знаем. Оливер снял гарнитуру и отвернулся от компьютера. Может, они испытали наслаждение от содеянного Филадельфии. А может, кто-то из них сам находится в заложниках и даже не ведает об этом. Но даже если так, мне плевать. Он коротко глянул на отражение своей мелометки в экране. «Я поклялся защищать рост и облегчать боль, отвергать смерть и помогать жизни. Я не нарушу своих клятв, даже если мне будет удобно сидеть и смотреть, как мои враги умирают». «Хозяйка», сказал Райан. «Как ответит его хозяйка?» Алекс открыла рот, снова выпитив грудь, как будто но она ничего не сказала. Вместо этого она кивнула, а когда заговорила, то он услышал в ее голосе дрожь. «Я не... Олив, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, но я рада, что ты готов сражаться за право быть собой». Она откнулась носом в его ногу и поспешно ушла. Олив разглянул на место, которого она коснулась, пытаясь понять странное конечно логика Алекс была безупречна. Он скорее всего окажется заложником. Его это просто не беспокоило. Часть пятая. Оливер. Глава четвертая. Когда Оливер добрался до Александрии, с ним не было никакого оружия. Он притормозил квадроцикл перед площадью, стараясь не выглядеть враждебным. Статус доктора нередко защищал, по крайней мере, если иметь дело с благородным врагом. Но чтобы воспользоваться этой защитой, надо было сделать себя очевидным. Врагов даже винить было не за что, если ты недостаточно позаботился об этом, и они приняли тебя за военного. Поэтому, когда Оливер въехал в город, он был одет в белую куртку, перепачканную в пепле и пахнущую горелой плотью. У них просто не было времени ее постирать. В городе находились пони, возможно, в критическом состоянии. Это не означало, что он совсем не подготовился. Как только Джузеф узнал о его намерениях, он немедленно сменил пластинку и полностью погрузился в работу с Аликс по уменьшению опасности от этой миссии. К сожалению, оставшаяся пара часов полета не хватило на изобретение какого-нибудь волшебного силового поля, которое он мог бы спрятать в карман или еще чего-то подобного, но и хватило на кое-что другое. Первая часть приготовлений была спрятана вовсе не в кармане, она отправилась внутрь. Это изобретение использовалось для того, чтобы отслеживать положение аппаратуры HPI, даже если она находилась где-то далеко или глубоко под землей. Радиомаяк на батарейке чтобы он смог его проглотить. Вместе с принятым для изменения пищеварения лекарствами это означало, что по крайней мере два дня остальные смогут найти его, вне зависимости от того, куда его заберут враждебные пони. Второе устройство было попроще подслушивающее устройство, которое он запрятал в одном из кармашков своего хирургического набора. Радиус действия у него был не очень большим, но Джозеф объяснил, что поставил на квадроцикл ретранслятор, который применит техномагию, которую он не понимал, да и не собирался. Оливер не слишком беспокоился о чем-то сверхпомощи нуждаемщимся пони. Только когда с этим будет покончено, у него появится возможность рассматривать этих пони как секту и осуждать их поведение. Когда Джозеф выдал ему все необходимое, остальные с ним попрощались. Море назвало его долбаным идиотом, а Алекс просто обняла и странно пообещала. «Оно тебе не получит, как получила их». «Ты мой, обещаю, я не позволю ему тебя забрать». Он не знал, как на это ответить, поэтому просто помахал копытом и уехал на своем электрическом квадроцикле, запряженном в небольшую тележку с медицинскими принадлежностями. Так и добрался до библиотеки. Библиотека выглядела в точности так же, как он ее помнил, с одним существенным отличием. Вокруг нее стояли вооруженные пони. Когда он подъехал, несколько вышли изнутри и не все они были из-за мигрантов. Он продолжал высматривать Скай и Адриана, но не заметил и следа их присутствия. Райан встретил его на тротуаре. Темно-фиолетовый единорог избавился от своих мешковатых штанов. И он был не единственным, кто таким образом отошел от человеческого стиля одежды. Теперь Оливер рассмотрел его мелометку, сломанную золотую корону, подобную которой он никогда не видел. Оливер заметил как минимум дюжину пони, и большинство из них были ему незнакомы. Они не были частью группы эмигрантов, приехавших в Александрию. Откуда они, черт возьми, взялись? — Я здесь. Он спрыгнул с квадроцикла, выключил двигатель и оставил его припаркованным прямо перед ступеньками. Он двигался очень медленно. Он чувствовал, как все глаза уставились на него, хоть никто из пони и не поднял оружие. Некоторые, включая самого Райана, были единорогами. Зачем возиться с оружием, если у тебя на лбу растет тумнический проектор? Я не вооружен. Приехал помочь с ранеными. Отпустите Адриана. Райан слегка наклонил голову, и сборище странных пони немного сместилось и окружило его. Никто не подошел ближе, но теперь они стояли редким кольцом вокруг него, готовые броситься, если он попытается сбежать. Оливер был силен и быстр, но от этих пони убежать будет непросто. Из всех лиц, которые он узнал, только Райан и Кэрол избавились от одежды. Остальные, к примеру, массивный Абрамс, остались одеты как были. Был ли это способ отличить эквистрийцев от людей? И была ли какая-то разница, если одна группа помогала другой? Разумеется, он внутри с ранеными. Это большая коробка для лечения? Оливер кивнул. Это набор для полевой хирургии. Он потянулся было за ним, но Абрамс преградил ему путь. В глазах алмазного пса было что-то странное, что-то, что Оливер никак не мог понять. Это его напугало, заставило пробежать холодок по спине. Вам не нужно это нести, человеческий доктор. Мы пони об этом позаботиться. Райан махнул копытом, и одна из единорогов, которую он раньше не видел, подняла ящик своей магии, как будто тяжеленный хирургический комплект ничего не весел. Единорожье левитация невероятно удобна. В каком они состоянии? Оливер проследовал за Райаном, как будто только что заступил на смену в центральной больнице Мерси. То, что он был окружен опасными сектантами, и, возможно, никогда от них не сбежит, не имело значения. Не имело значения и то, что, по крайней мере, некоторые из них были из иного мира. Значение имело только лечение. Они живы, ответил Райан, махнув хвостом и пожав плечами. Глядя на него, Оливер заметил, что из него пропала вся напускная неловкость. Он больше не спотыкался, не путался в копытах, не позволял своему рогу искрить случайными вспышками магии. Он двигался гладко, куда более гладко, чем когда-либо получалось у кого-то в Александрии. Чувство здоровья Оливер говорило ему, что он наблюдает движение здорового взрослого пони, никогда не знавшего иного тела. Это было проблемой. Они не только уступали противнику числом, им предстояло схватиться с единорогами, пегасами и земными пони, которые понимали, как быть собой. Хорошо, что ему не приходилось задумываться о том, как они его победят. Об этом позаботится Алекс. Ему надо было просто лечить. Они прошли мимо груда зала и пепла, окруженный барьером из камней. Она все еще пахла углями и обгорелым пластиком. Над этим он тоже пока не задумывался. Были проблемы поважнее. Адриана он встретил в коридоре в худшем состоянии, в котором он его когда-либо видел. Это о многом говорило, потому что он оперировал его крыло с подготовкой по паре медицинских книг, и пегас чуть было не умер под его скальпелем. У Адриана лоб был покрыт испариной. Он весь дрожал, как будто был смертельно испуган чем-то, что Оливер не видел. Сердце гулко стучало у него в груди. Тем не менее, на его теле не было заметно повреждений, за исключением нескольких синяков и немного растрепанных перьев. Ничего, что могло бы объяснить выражение ужаса на его лице. С еще одной волной холода по спине Оливер понял, что узнает этот взгляд. Точно такой же был у всех этих пони. Он никогда не покидал их глаз. Пришли. Остановился Райан и Оливер остановился рядом с ним. Вот твой друг, как я и обещал. В полной безопасности. Он повернулся. Адриан, можешь идти. Пегас посмотрел на Райана, не переставая стрястись. Было очень похоже, что он сражается за каждое движение и все время проигрывает. Он дрожал. А Оливер боялся, что от дрожи такой силы он может откусить себе язык. В конце концов его тело слегка успокоилось. Достаточно, чтобы Оливер смог расслышать прерывающиеся слова. Я не хочу уходить. Я лучше останусь с вами. Я хочу служить. Райан поднял брови в преувеличенном удивлении. Что правда? Он коротко глянул на Оливера, встретив его взгляд удовлетворенной ухмылкой. Адриан, ты свободен. Ты что, хочешь сказать, что не желаешь уходить? Адриан поднял копыта. Жас был очень небольшим, всего несколько миллиметров. Оливер и не заметил бы его, если бы не высматривал что-то подобное. Он подержал копыт поднятым несколько секунд, а потом опустил. Нет, я не хочу уходить. Остальных обманули. Я лучше останусь. Я хочу помочь защитить мой дом от них. Ничего ужасней в своей жизни Оливер не видел. А ведь только прошлой ночью он стал свидетелем того, как его хорошая подруга прямо на его глазах свернула себе шею. Он бы развернулся и убежал на все наплевав, но пони до сих пор были в опасности. Он сам вызвался сюда прийти. Он пройдет до конца, невзирая на последствия. Его обрадует твое служение, сказал Райан. Я сдержал слово. Пони Адриана никто не держит. Он может уходить. Нас нельзя обвинять в выборе, который он делает сам. Оливер почувствовал отвращение. Глаза Адриана были беспомощны, его тело сотрясалось от непрерывных подергиваний и напряжений. Выглядело это, как небольшой эпилептический припадок. Он знал, чем это, скорее всего, было. Бедный Пегас оказался заключенным в собственном сознании. Может, и другие тоже? Миссия Оливера изменилась, пусть он и не подал виду. Он пришел лечить раненых, и он это сделает, конечно, если они вообще существовали. Но, кроме этого, перед ним была куда более серьезная болезнь. Этих пони поразила болезнь души, которую он чувствовал ничуть не хуже, чем раны, полученные Алекс по дороге в Филадельфию. Он не смог вылечить ее смертельные раны, пусть в этом и не было нужды. Почему-то ему казалось, что Адриан и остальные вряд ли смогут самостоятельно победить это странное влияние. Будет ли он следующим? Если процесс сделал пони такими дрожащими и неловкими, как Адриана, от Оливера не стоило ожидать никакой медицинской помощи, случись это с ним. Это значило, что у него есть еще время. Скорее всего, пока он не закончит врачевание, его не тронут. А это значило, что ему надо найти лекарство прежде, чем они до него доберутся. Мок ли он? Оливер мало знал о магии и ничего о том, как она может искажать сознание пони. Как он может лечить болезнь, которую он никогда даже не видел? То, что он не попробует. Это была священная клятва. Это была его мелометка. Ты с ним что-то сделал, сказал он чуть громче, чем необходимо. Не потому, что он думал, что ему стоит спорить с Райаном, а потому, что хотел, чтобы услышали остальные. Он весь трясется. Он сопротивляется. Адриан не хочет оставаться. Отпусти его! Райан покачал головой. Доктор, я сдержал свое слово. Сдержишь ли ты свое? Оливер нахмурился и кивнул. Он в последний раз с сочувствием глянул на Адриана и отвернулся. Веди меня к ним. К этим твоим раненым пони. Райан провел его сквозь библиотеку. Оливер постарался получше рассмотреть все вокруг. С библиотекой что-то произошло, но было достаточно тяжело понять, что именно. Только когда они добрались до секции с детскими книгами, он понял в чем разница. Все эквестрийские книги, которые там хранились, все краснообложечные прочесть первым исчезли. Полки стояли пусты. Груды на полу отсутствовали. Других эквестрийских книг библиотеки не было. Остальные хранились в заколдованных сидельных сумках Алекс. Все планшеты и читалки, на которых хранились цифровые копии книг, которые они успели отсканировать, тоже пропали. Впрочем, Оливер не стал это комментировать. Вместо этого он прошел к паре диванчиков, на которых лежала пара пони. Они выглядели незнакомо, их лица и хвост смущали. И выглядели они неважно. Одна была кремового цвета кобылка Пегас с мелометкой в виде перевернутого зонтика, другой большой земной жеребец белый с коричневым и меткой в виде молота. Перевязаны они были из рук вон плохо. Ваши секты что, нет доктора? Из всей толпы пони, которые встречали их у входа, с ним остались только Райан, Абрамс и кобыла единорог, которую он раньше никогда не видел. У Абрамса в руках была большая винтовка и кроме него оружия ни у кого не было. Он выглядел готовым применить винтовку в любую секунду. У был доктор пять месяцев назад. Я убила человеческая машина намеренно. У нас есть другие, но никого достаточно близко, чтобы успеть на помощь. Он указал на раненых. Вылечи их. Если кто-то из них умрет, умрет и Адриан. Если умрут оба, умрешь ты. Райан отвернулся и направился к выходу. Единорог опустила медицинские принадлежности у копыт Оливера за ним. Останься с ним, сестра Лайт Спиннер. Ему может понадобиться помощь. Его глаза встретились с глазами Оливера. Я вернусь за твоим докладом на закате. Для всех нас будет лучше, если ты к этому моменту закончишь. Он вышел. Охрана Оливера окружила его, пока он привычными движениями доставал инструменты, стерилизовал копыта и готовился к работе. Плевая хирургия на представителях вида, который он едва знал, с дополнительным давлением угрозы его собственной жизни и жизни его друга, да запросто. Решить задачу очевидного контроля за разумом, не отрываясь от работы, ну, оно не должно быть настолько сложнее, так ведь? День обещал быть долгим. К счастью, передатчик был односторонним. Ему совершенно не требовали сейчас комментарии в стиле «А я же говорила!»